Игорь Михайлович, здравствуйте. Доброе утро. Ну что, мы говорим сегодня о двух матчах самых популярных наших команд. Зенита, который встречался с Ахматом и победил уверенно, и Спартака, который встречался с Динамо. Там все было гораздо жестче и такой поединок, о котором говорят, ну и будут говорить всю неделю. Давайте начнем с Зенита. Может быть, вам есть что-то сказать сначала, подписчикам еще что-то? Ну, подписчикам есть, потому что, ну я уже говорил, из формы немножко вышел, да, перерыв был долгий у нас, пока чемпионата не было. Я где-то в каких-то моментах ошибаюсь. По Рубин-Зенит. То есть я там начал говорить, что они играли в Питере, что там при болельщиках. Понятно, что они играли в Казани, потому что, во-первых, в Питере такого поля невозможно увидеть. Просто у меня было такое ощущение, что Зенит играл дома по игре, по самой, поэтому я там извиняюсь, я, конечно, ошибся. Вот, играли они в Казани и, ну, наверное, все, только вот это я хотел поправить. Я думал, когда вы говорите о том, что вышли из формы, вы скажете, что вы прибавили чуть-чуть лишничка. Ну, это лишничок, он как приходит, так и уходит. Поэтому, я думаю, что ничего страшного бывает. Ну да, то есть исключительно на чае, да? Ну, на чае. На лимонном, то да. Не, почему, яблоки. Сегодня яблоки. Ну что ж, будет чайная пауза чуть позже. О Зенит-Ахмат. Общие впечатления ваши по этому матчу? Общие впечатления? Ну, первое, что порадовало, конечно, за, по-моему, первый раз за две недели мы увидели нормальное поле. То есть у нас единственное при этой погоде, при этой температуре, при этих снегопадах, у нас единственное нормальное поле это в Питере. Вот, хотя стадионы, которые были построены по Чемпионату мира, там тоже на поля такие сложные. На самом деле, где-то слякоть, например, да, как в Казани и как на открытии арены, да, где-то замерзшие поляны, как в Химках мы видели, да, там, как мы видели в Туле. Ну, в общем, так все. В плане антуража, скажем, вот здесь по антуражу было все прекрасно, да, то есть зеленая поляна, качество газона хорошее, народ сидит в свитерах, да, потому что крыша закрыта, но как-то вот так к футболу мы приблизились. По игре, ну, Ахмат начал, то есть Ахмат, он выбирает, как бы выбирает тактику, то есть у них построено на одном, они, ну, можно сказать, зациклены на одном, как можно усложнить, как можно больше усложнить игру соперника, да, то есть они иногда выдвигаются агрессивно на чужую половину поля, иногда они выжидают и там пытаются сыграть на контратаках, но все равно, задача Ахматов была усложнить игру «Зенита», то есть у них в первом тайме это получилось, в первой половине тайма у них получилось, потому что «Зенит» пытался играть низом, и Ахмат выдвигался, то есть они напрягали, то есть ни один игрок спокойно не получал мяч на своей половине поля, то есть они его заставляли думать быстро, то есть если низом нет адреса, то приходилось играть в длинную, то есть но это не не накрывать Краснодар. Понимаешь, у нас одна команда в РПЛ, которую можно вот так заглушить, и они будут продолжать играть низом, ошибаться, получать голы и продолжать так играть, это Краснодар. Вот поэтому Зенит спокойно переходил на длинные передачи, но здесь немножко другое, все-таки Вендел, ну по Зениту, наверное, интереснее поговорить. Вендел и Кузяев, они уже не в первый раз, они сужают, то есть у них там кто-то говорит ромб, да, но Вендел играет в середине. Давайте будем рисовать, потому что сужают могут не все понять, да. Ну давайте, давайте. То есть вот у нас Ракинский, здесь играл Чистяков, играл, да, Караваев, Сантос, ну вот и получалось Азмун Дзюба впереди и вот можно говорить, наверное, было вот примерно вот так, два опорных, но Бариус ниже оставался, да, Аздуев иногда подключался, туда уходил, и вот Вендел левее играл, то есть Вендел вообще был вот, вот было, да, примерно вот так было. То есть здесь освобождались зоны подкрайних защитников и в середине, Вендел и Кузяев. Да, соответственно, адресов низом, вот таких, таких, там сюда ты отдаешь, сюда отдаешь, сюда отдаешь, но у них было достаточно. А сужали для чего, чтобы они защитники получались? Они сужают, потому что они не крайние, понимаешь, если мостовой и Сутармин это крайние, ну, скажем так, нападающие, то есть с ними ты играешь 4-4-2, то есть вот сюда вот они уходят и отсюда начинают атаковать, это другая схема, а здесь, то есть они создавали численное преимущество, но это не первый раз, численное преимущество, то есть соответственно вот эти адреса все были. Как только Ахмату удавалось накрыть, и адресов нет, они не рисковали, ну, то они также через вратаря там где-то играли, разворачивать могли, то шла длинная передача. Вот, и что можно еще сказать? Ну, это опять же, это длилось недолго, вот, потому что Ахмата он не выдержит, то есть у меня ощущение, Ахмат, который пропускает мяч, но они, ну, не то, что разваливаются, они не знают, что делать. То есть он может там сложиться впечатление, что как бы Зенит ну, я не буду говорить про настрой, да, потому что, ну, им надо было насравиться, домашняя игра, понятно, нужны были три очка, они там проиграли прошлый тур, но все равно такое ощущение, что вот они, они понимают, что они дожмут, да, ну, вот, вот, как обычно было ощущение и в прошлом году, и в этом году в первой половине, да, то есть они так вот начинают как-то не, не, не на сто процентов, скажем, вот, и поэтому где-то Ахмат владел инициативой, то есть они в позиционной атаке, вот первую половину первого тайма, они играли, то есть Зенит сел, но они не накрывали, Зенит не, вообще зюбы прессинговать тяжело. Почему? Ну, мне кажется, там все, там, там, знаешь, как надо прямо на рывке идти в защитника, то есть там, потому что когда ты прессингуешь на чужой половине, то есть там должно быть выстроено все так, таким образом, что ты должен идти на скорости, вот, и играть по игрокам, то есть бросать дальних, если будет длинная передача, что ты должен там не проиграть, да, и подобрать, вот, они так это не делают, это первое, второе, было неудобно, то есть по тактической схеме, они же сыграли в три защитника Ахмата, они три центральных защитника поставили. Тут надо сказать, извините, я вас перебью, тут звуки тоже есть, и надо сказать, что те звуки исчезли, а сейчас мы работаем под лай вашей кавказской овчаркой. Ну мы ее, ну куда ее девать, вот она, она скучает на что делать. Как вы ее назвали? Она же овчарка. Овчарка? Да. Ме. Ну нетипичное имя, да. Да, я ее Митра называю. Митра? Да. Ну как мячик, да. Кстати, да, мячик. Продолжаем, да. Да, и они перешли на три защитника Ахмата, и поэтому с двумя нападающими идти по игроку сложно, то есть здесь надо как-то по-другому организовываться, и не так просто, на самом деле, когда ты играешь вот таким образом. То есть, ну и Ахмату прессинговать, в принципе, тоже было не очень, потому что играют в два защитника центральных, играл Зенит, а Ахмат играл в три нападающих. То есть они, ну они по схеме, сыграли по схеме, как вот Сочи играет, это три, два опорных и три нападающих. Тоже непонятно, каким образом, то есть идти по игрокам. Вот, но они шли, поэтому, ну шли неорганизованно. Зенит почти не шел, Ахмат шел, но шел таким образом, как-то вот, понимаешь, если бы, конечно, попасть под другую команду, ну, конечно, это под разрыв такой прессинг. Ну вот, потому что где-то часто один против двух оказывался, и нужно было, ну, соображать, да, куда накрывать, то есть надо было перекрывать вот эти линии, да, атаковать игрока, но там на третьего всегда можно обрезать, как бы, этого футболиста одного, если не организован. То есть, то есть по мне прессинг на чужой половине, он должен быть организован таким образом, что ты идешь, ну, по игрокам. То есть ты персонально просто идешь в игрока, и даже если отдать вратарю, ты и вратаря должен накрывать, и тогда сбивать уже на команду на длинные передачи. Поэтому под прессинг неудобно было ни тем, ни тем по расположению игроков, то есть нападающих, то есть получалось с двумя защитниками центральными зенита три нападающих Ахмата, и надо было каких-то, ну, как-то перестраиваться. А там наоборот, три центральных защитника и два нападающих зенита. То есть поэтому прессинг... Ахмат как обычно. Ну, то есть у меня такое ощущение, что Ахмат, вот они строят только на этом, поэтому у них вот такой результат, что у них 20 из 24 очков последних в чемпионате они набрали три. То есть вот они начали, там кубок, ну, кубок они пусть разбираются. Сейчас они могут сказку рассказать, что они все поставили на кубок, поэтому проиграли три игры в чемпионате. Но это опять же, вот это все, эти все рассказы. Вот, из 24 очков три Ахмат набрал. И у меня ощущение, то есть строится все на том, как помешать играть в футбол другим. А это все тренируется. Понимаешь, мне вот кажется, что там какого понимания нет. То есть ты, когда ты накрываешь на чужой половине, ты отбираешь мяч, ты должен сразу, игроки должны быть нацелены создать момент. Вот ты на чужой половине отобрал мяч, у тебя две-три передачи, они должны быть вперед и должен быть удар-поворот. Ну, или момент, или удар-поворот. Потому что если ты тратишь столько сил, вот что я Ахмата вижу, почему у них... А в позиционной атаке они, ну, они растеряны сегодня, они растеряли вообще все в позиционной атаке. Потому что они играют, они катают мяч, а туда вперед игры нет. То есть, ну, они не могут создать момент. Но это ладно. Ты отбираешь мяч, вот они отбирают даже мяч, да, если, ну, так получалось, у них не так много, потому что еще раз, зенит, как только они чувствовали там риск какой-то, они сразу туда длинную, да, и все, и там поджимали. Отбираешь мяч, и потом у тебя опорный полу защитник, центральный защитник. Смысл отбора, вот смысл тратить столько сил, чтобы потом вернуть мяч, лучше, может быть, сесть и, например, и убрать вот эту, эту фикцию современного футбола, когда ты агрессивно и накрываешь. Когда ты агрессивно накрываешь, ты отбираешь мяч, ты создаешь моменты, забиваешь голы. Вот в чем смысл прессинга на чужой половине. И это надо тренировать. Ну, я знаю, о чем говорю, мы это тренировали, потому что игроки должны понимать смысл, потому что они просто несутся туда, отбирают мяч и возвращают к центральным защитникам и переходят в позиционную атаку. А в позиционную атаку Ахмат сегодня, вот так, ну, опять, там, говорить про наш Ахмат, да, ну, был акцент на позиционную атаку, когда ты с мячом. Ты там не должен теряться, ты там должен играть футбол, да, и не пропускать быстрой атаки. В чем секрет позиционной атаки, самый главный, иначе тебя будут разрывать. Когда ты работаешь над тем, чтобы играть в позиционной атаке через середину, через фланги, раскачивать, да, создавать моменты через середину, там, ну, очень важный момент, когда ты теряешь мяч и накрыть. То есть этого у Ахмата нет. То есть у Ахмата, почему такой результат? Я думаю, что поэт они не понимают, но я думаю, что там никто не понимает. Вот смысл прессинга этого. Вот, поэтому такой результат на сегодняшний день. И, а Зенит, ну, как, ну, вот они смотрят тяжело, но перетерпим, да, вот у них вот эта манера, если мы говорим, там, про европейских грандов, например, Бавария, ну, Бавария, да, это кто вот прям совсем разрывает, да, хотя сейчас у них там отрыв небольшой, они выходят, они первый трапит, как бы их не прессинговали, потому что в Германии, я смотрю, тоже там выдвигаются, тоже, ну, как бы команда, там и средняя команда, и кто там рядышком с ними выдвигается, но они низом выходят, они спокойно себя чувствуют. То есть они выходят низом, переходят, завершают, то есть они доминируют, да, Зенит не доминирует сегодня в нашем чемпионате. Понимаешь, они чувствуют, вот их понапрягал немножко Ахмат, причем, опять же, говорю, когда там в треугольнике начинает бегать, почему я говорю неорганизованно, Бериша попадает, у нас 3-1, игра в собачке, вот как вот сейчас мы ее позовем, да, я буду те кидать, она туда побежит, ты мне кинешь мяч, да, она ко мне побежит. И также Бериша, то есть понятно, что, представляешь, сколько он сил тратит, и представляешь, как это выглядит, он между троих, то есть отдали передачу, он понесся туда, дальше еще одному, и вот так он в треугольник, вот просто пробежался, вот так язык на плечо, и выглядит как-то все, ну, непонятно, неорганизованно. Вот, поэтому Зенит, он как бы, ну, он смотрит, напрягает, мы перетерпим, мы в позиционной обороне поиграем, да, и они, на самом деле, в первом тайме-то у них были моменты с быстрых атак, у них пару моментов было, когда Азмун там мог перебросить, да, то есть они так вот, ну, выходили на это, на быстрой атаке. Ну, вот, ну, и потом они их добили, ну, понятно, что гол Караваева, можно говорить, а если бы Милкадзе забил в прошлой игре, а если бы Караваев не попал, но он попал, понимаешь, это наоборот, надо приветствовать. Вы как думаете, он бил специально? Ну, он специально, не, ну, так сложилось, ну, не удар-то есть, он забивал такие мячи. Не, ну, просто мастерский, мастерский удар, он увидел, что Шелия чуть-чуть вышла? Не, ну, конечно, нет, он бил, смотри, или он навешивал просто, почему, ну, куда навешивал, он бил поворотом, вот, и такие моменты, вот это тренировать невозможно, понимаешь, вот ты не можешь тренировать, чтобы игрок, вот, сколько у тебя, 10 ударов пробил на тренировке с этой дистанции. Он, во-первых, 5 вообще до ворот не добьет, у него там низом полетит, 3 там даст выше ворот, то есть, это вещи не тренируются, и штрафное, когда на исполнение для нападающих, это тренируется, а это нет. Он просто пошел-шел, у них, они вдвоем же его накрывали, он просто плюнул туда, ну, попал. Поэтому это надо приветствовать, это редко бывает, но все равно, надо говорить, а если бы он не забил, тогда бы у нас наш этот, Ахмат, там, что-то Ахмат, пробил, потому что надо бить, и он пробил, и попал, и это вознаграждение, потому что футбол когда-то наказывает кого-то за свои действия, там, твои, да, а кого-то он, наоборот, награждает. Вот, и поэтому, ну, понятно, что он, я не скажу, что переломил игру, но поменял, как бы, игру он изменил, то есть, он, зенит повел в счете, и, ну, и дальше пошел разрыв. Потом, если мы говорим, там, удар, я вот там смотрю, удары по воротам, но Ахмат не опасный, понимаешь, они били, они все во вратаря пробили, ну, то есть, сказать, что там, какой вот момент, мог бы там где-то попасть, но можно попасть, как Караваев, он мог попасть, а мог и не попасть, Шелли мог и потащить, а он мог и выше пробить, а мог он в него вообще пробить, он бы вот так просто поймал, загасил бы, да, и пошел, вот, то есть, удары, они, ну, то есть, опасности там не было, совсем, и потом уже пошел, ну, пошел разрыв, потому что Ахмат разваливается. Когда они первые пропускают, они начинают разваливаться. А то, что там по Ахмату, я не знаю. Вот вспомни прошлый сезон, какой был. Сейчас восемь игр осталось до конца. За восемь игр до конца возобновился чемпионат после пандемии у нас. Знаешь, сколько 26 очков сейчас у Урала и у Ахмата? 26 очков в прошлом сезоне была зона стыков. Причем такая плотная. С отрывом от зоны вылета в три очка. Там чемпионат был посерьезнее внизу. Там плотность была огромная. Поэтому до последнего тура там была такая битва и люди вылетели с 31 очком. Ну, набрав 31 очко. То есть сейчас представь, чтобы набрать у кого-то 14. Тридцатью одним очком. Тридцатью одним очком, да. Тридцать одно очко, чтобы набрать, сейчас это надо 17 набрать в восьми играх, нет, в девяти играх Уфе. Понимаешь, и то ты можешь вылететь. Вот, поэтому чемпионат был совсем другой, он был намного сложнее. Вот. Я к чему говорю, что Ахмата, но если мы уже говорим там чуть-чуть про Ахмат, да, потому что мы там уже в разбор не будем заходить с этой игрой, что они обыграли своих, посмотри, они обыграли всех, кто под ними. Но только еще второй начинают сейчас игры, да, где они поедут на на выезд. К тому же Ротору, к тому же, к той же Уфе. Вот. И поэтому, не знаю, ну, не то, что... Про Зенит давайте, да. Про Зенит. Не то, чтобы надоел, но про Зенит вы совсем мало внимания уделили. Чистяков играл центрального защитника. Как вы его оцените? Ну, отыграл, но нормально он отыграл. Там ничего не было. У него какие были проблемы? С чем? Он с проблемами ни с каким не столкнулся. То есть, он там с Беришей... Бериша, ну, невинно его, да. То есть, если бы он попал на игрока, Бериша был бы в порядке, вот он бы с ним выбрал какие-нибудь там единоборства там, ну, или там один в один на скорости. А так я ничего, ну, а сыграл и сыграл. Обыкновенно он сыграл, так же Прохин играл и Ловрин в этой игре бы сыграл бы так же. Но на самом деле. То есть, это не та игра, где тебя вынудят там ошибиться. То есть, я тебе говорю, тебя накрывают, он длинный. Ну, то есть, они как бы по делу, они все играли, грамотно распределили по игре все. Но вы увидели что-то такое, что заставляет вас предположить, что Дзюба уже на пути к набору своей лучшей формы. Дзюба, да, потому что он верховым мячем. Мы в прошлый раз говорили, то есть, определяется Дзюба по каким моментам. Длинная передача, из-под него защитники вылетают и опережают. Да, сейчас он где-то на грудь, вообще после выбива, по-моему, с руки, когда вратарь выбил, он обработал на грудь, там зацепился головой где-то. И то, о чем мы говорим, что ему форму набрать, ему надо побегать в игре. Не на тренировках бегать, вот эти 30 метров, 40 метров рывки, там 10 по 50. Понимаешь, это вот все без мяча, это то, что тренеры по физической подготовке делают и думают, что они, ну, вот они готовят игрока. Почему важно? Игра и отличается, чем товарищеская игра от официальной игры, да, то чем тренировки любые. Если вы не будете наносить удары по столу руками, то все пойдет значительно плавнее. Да, хорошо. Извините. Вот, и он начал двигаться, то есть, он двигается, он начал чуть пониже садиться, он в контратаке, они убежали, то есть, он там пробежал метров 30-40, потом он начал во фланге уходить, где-то там, ну, в каких-то комбинациях начал участвовать. Но это можно делать, когда они вдвое играют, потому что Азмун там остается, Дзюба уходит. Вот таким образом, вот, ну, как бы эта игра в плане набора формы для него, я думаю, положительно прошла. А Азмун? Что Азмун? Его игру как оцените? Ну, Азмун там, он в этой позиции. Опять же, я говорю, они меньше играли длинными передачами. То есть, Азмуну тоже можно определять по длинной передаче Дзюбы, вот как он там под него подстроится, там, за спину, как он мырнет. Да, как он... А почему они играли меньше длинными передачами? Потому что, еще раз говорю, что Вендел и Кузяев сужали, поэтому было много адресов. То есть, когда они играют 4-2-4, то есть, у них два адреса Аздоев и Бариус, и фланги, ты от защитника, у тебя только... Или вот этим двум опорным ты отдаешь, или от крайнего защитника опорным отдаешь. Если их перекрывают, то остается только длинная передача. А сейчас Вендел и Кузяев заходили в середину, и у крайних защитников, и у центральных были адреса низом. Поэтому они играли низом. Они играли низом, раскачивали. И я так опять, вот тот момент... Ну, был момент, они в первом тайме еще. То есть, они играют, адреса есть. Понимаешь, весь вопрос, если ты хочешь низом играть, у тебя должны быть адреса в 10-15-е там. Свидание. Не оправдал надежды. Овчарка ваша пришла, да? Играть низом у «Зенита» была какая? Когда они играли 4-2-4, когда у них фланги широко играли. То есть, тогда там красные были. Например, когда Кузяева. Кузяев же не всегда сужал. То есть, это по установке тренера. Он играл широко, и тот же Вендел играл широко. Какие-то игры, когда его начинали ставить слева. Соответственно, адресов низом мало. А когда в середине еще два человека появляются, то они есть. И они начинали играть. И мне вот казалось опять, что они создать ничего не могут. Низом. Понимаешь? Потому что это все-таки... Ну, надо играть в одно еще раз. Должны быть адреса. Игра в одно касание. Вот какие-то такие кружева. Понимаешь? И потом в итоге надо или фланг за счет защитников подача. Если там не проходит опять через середину. То есть, они через середину там разыграли. Вот когда первый удар Азмуна был в первом тайме, когда он выше пробел. Ну, то есть, так вот. Они нащупывают, но они меняют игру. Они ее меняют. Зенит. То есть, вот с этими уходами крайних полузащитников, там, крайних нападающих, уход в середину. И потом усиление. Вот то, что мы говорили. Мы с тобой сутармин. Вот если бы они играли, а им не надо в середину. Понимаешь? Это не их. То есть, им наоборот фланги и набрать скорость и обострить каким-то образом. Вот. Они вышли, они усилили. То есть, сегодня получается, что на замену. Но опять, видишь, какая история для Зенита. Я вот одно как бы о будущем, если говорить. Вот у них обоймы есть, но, понятно, еще Малком должен остановиться. Ну, Ловран я не говорю там частяков. У них... Блин, что-то сбился с мысли. Чего я говорил-то? Про обойму. Про крайних нападающих. Да, вот обойма. То, что мостовой выходит. Понимаешь, что мостовой выходит. Вот он вышел при 3-0, да? И четвертый он сразу забил. Оле все хорошо, да? А нужны замены такие, что ты выходишь. Когда 0-1, когда надо забивать, когда тяжело, когда надо вырывать победы. Сравнивать, вырывать победы. Там намного сложнее. Понятно, что они на просторе улетели, да? Там... Ну, это в быстрой атаке было. Мостовой. И, по-моему, даже Сутармин, по-моему, голевую отдал это. Если я помню. На просторе. А в тесноте это другое. Вот, понимаешь? А когда ты играешь в тесноте, когда ты играешь позиционные атаки, то они не так эффективны фланги, которые... Ну, на дриблинге, да? Которые широко играют. Там вот как раз нужно, если раскачивать, то как раз там нужны игроки, но в центре поля. Вот. Они это поменяли. У них это есть сейчас. Дзюба форму набирает. Потому что, я говорю, он побегал. По крайней мере, я думаю, что он набежал намного больше, там, если статистику они посмотрят, я уверен, намного больше, чем с Рубином. То есть с Рубином он в основном стоял, потому что мы в прошлый раз разговаривали. Ты так форму не наберешь. А здесь, я говорю, он пробежался туда-туда отскочил. Назад он пробежал. Ну, это не то, что я... Ну, просто мы когда с тобой говорим, я же запоминаю, о чем мы говорим, да? Я потом смотрю, происходит это или нет. Назад он потерял мяч, он пробежал метров сорок, он на полном рывке, он назад там вернулся. Что до этого, ну, вообще не было. Когда он в форме, ну, ему, может быть, не надо. То есть такое ощущение, чтобы набрать форму. Опять тебя, наверное, послушал, тебя посмотрели, все ему там передали. Он начал бегать, да? Начал туда уходить во фланг, там, туда отскакивать, назад пробежался в обороне, где-то отработал. Вот так он наберет. Вот так он наберет. Я думаю, в следующей игре он будет уже, ну, получше. То есть, все равно он не все еще верховые мячи выиграл. Не везде он там подстроился. Вот. Но, ну, нормально. Ну, 4-0. Ну, понимаешь, 4-0, и что бы ты там не говорил, там, какой соперник, как сложился, Караваев там попал, не попал. Но 4-0 это уверенная победа. Ну, это разрыв, называется. Вот. Который дает уверенности против, после этих двух результатов, каких двух, трех результатов первых. И кубок, и две игры в чемпионате. Динамо, Спартак. Ну, случилось тоже, тоже, о чем вы говорили, да? Предупреждали, что несколько игры проведут по схеме с четырьмя защитниками и вернутся на пять. Вот вторую игру с пятью защитниками и две победы. Вы понимаете тогда, зачем мы уходили на четыре? Понимаю. Мы же с тобой говорили. Я понимаю, потому что не то, что... Но они ушли на эту схему, не понимая, как это тренировать. Понимаешь, когда ты в такой команде находишься, как Спартак, я считаю, все равно по игрокам команда хорошая. То есть ты думаешь, что ты схему просто поменяешь, они у тебя все сами сделают. Такого не бывает. Вот. Поэтому он менял для чего? Для того, чтобы он рассчитывал. Ну, я так сейчас понимаю. Он рассчитывал... Хотя, опять же, я не понимаю. Потому что они начали играть две игры, они в четыре защитника играли. Да. То есть они... Наиграть второй вариант. Второй вариант для чего? Ты начинаешь в три центральных. По этой схеме там пять-три-два. У тебя не идет. Ты проигрываешь. Например, остается минут двадцать до конца. Ты выбираешь защитника. То, что он делал, когда он убирал... Когда он Кутепова выпускал. Сколько он игр пять его выпустил в прошлом году. Да. Убирай Ларсена. Ну, то есть это... Ну, мне сложно. С моими мозгами мне сложно понять. И мне вообще сложно понять, зачем выпускать Кутепова при счете пять-один в твою пользу, когда нет никакого ни навала, ни штурма. Да, там ты выпускаешь Кутепова. Я это не понимал. А сейчас они дошли. Они же перспективные. Молодые перспективные. Понимаешь? А сейчас они дошли, что не надо выпускать туда. Даже если туда выпускаешь, например, высокого защитника туда отправляешь, то три не надо сзади держать. И не надо нападающего выбирать. То есть не надо... Поэтому, если вдруг неудачно пойдет... Ну, как я понимаю... Их сложно это самое вообще понять. Хотя я долго за границей. Это, наверное, новое... Там молодое поколение какой-то перспективных тренеров, наверное. Вот реально сложно. То есть он тогда думает, что мы в три играем, проиграем, 20 минут остается, я убираю защитника и выпускаю нападающего еще одного. И мы переходим на схему 4-3-3 или 4-2-4. Вот что было в голове. Но то, что мы увидели в этих двух играх, они ее не освоили. Потому что, я еще раз говорю, наверное, такой вот... Ты понимаешь, нужно скрупулезно заходить в каждые мелочи вот в этой схеме при атаке. Я знаю, как Гордиола над этим работает, потому что... Ну, знаю, у меня информация есть людей, которые там и видели тренировки, да, и вот кто там общается. Очень много времени уделяется этому. А просто расставить, говорить, мы сейчас будем играть вот таким образом. Да ничего у тебя не будет. Ты там мяч не получишь, то, что было в двух матчах, в первых. Вот. Дальше переход на 3-5-2 с промисом десяткой, с Краснодаром. Ну, там наш, как пазлы складываются. Вот это единственная команда, которая вот таким образом, ничего не меняя, просто идешь по двум защитникам, промис берет опорного полузащитника, если второй опорный садится, там выдвигает. То есть, по игрокам они играют. В крайнего защитника выдвигается крайний защитник Спартака. И то есть, они их заглушили, как в Сочи. Ну, вот мы уже говорили, да. Сейчас он остался на этой схеме. Что сейчас произошло? Я не знаю, поле не понял, не такое уж оно прямо ужасное было, поле, я думаю, что играть можно было. Я тебе говорил, что будет открытый футбол. Вот ты, кстати, посмотри, я говорю, с Динамо они открыто играют. Вот с такой командой, как Спартак, они не будут закрываться. Что произошло? То есть, их манера игры. То есть, есть расстановка, а есть манера игры. Потому что, если мы интер берем по этой расстановке, они низом выходят, они низом открываются, у них опорный полузащитник получает мяч низом, и они низом переходят. Ну, и часто низом, иногда верхом. Манера игры. Ты посмотри, они хоть раз разыграли от ворот, они хоть раз возить начинали на своей половине поля Спартака, как они обычно играли. Помнишь, они играли, у них защитники центральные на угловых флажках были. У них был Максименко, угловой флажок, потом крал, опорный крал и Зобнин были. Все время уходили туда во фланге. В этой игре я ни разу не увидел. То есть, они были, ну, может быть, там разовые какие-то истории, но они были в два опорных, у них середина была насыщенная. Знаешь, подо что? Под подборы. Потому что они вообще не запаривались. То есть, они раз, передача, два, эти только чуть-чуть, даже не прессингую сильно, они только чуть-чуть, Динамо начинает выдвигаться, у них Максименко и туда, ба-бах. И там идет борьба. А там есть Соболев, да, там даже, вот твои подписчики тоже, они говорили, ну, вот это тоже манера, что ты лепишь? Типа, мы сами все понимаем. Не будет Динамо играть со Спартаком длинные передачи, потому что там Захарян. Да и никто не просит Захаряна выигрывать мяч. И это к чему делается? Ты просто отдаешь, защитник выигрывает, а ты, а ты, если ты на подборе понимаешь, что делать, если ты опережаешь, подбираешь мяч, то ты уже, у тебя вообще это быстрая атака получается сходу. Поэтому осторожнее с этими что-то лепишь, потому что повнимательнее надо. Ну да, Митро придет и разберется. Давайте порисуем, как играл Спартак все-таки, да, если, да, давайте. Нет, ну давай я сначала договорю, потом порисуем, потом с Краснодаром в атаке Понсо уходил влево, Соболев выдвигался, Понсо уходил влево, уже это чертили, а Ларсен он был как десятка или как нападающий, то есть он вот кружил в этой правой зоне, и в принципе на просторе они вот так разорвали, то есть он как в отвал туда убегал. То есть здесь еще раз по игре, длинные передачи, Спартак пытался прессинговать, тоже, но это не Краснодар, они там, ну они, они, конечно, я не могу сказать, что они сбили Динамо со своей игры, потому что еще раз, команда играет, то есть они, если они не успевают, то есть они понимают, что им быстро не получается играть, может поле там, может быть еще что-то там, ну у тебя передачи медленные, понимаешь, вот этот выбор ты медленно принимаешь, в середине не открываются люди, то идут длинные передачи и подбор. И вот такая вот она игра была, понимаешь, ни одна из команд не владели преимуществом, таким владением мячом, я больше семи передач ни одной команды не насчитал. То есть они все перенесли, те старались перенести на чужую половину за счет длинных передач, и Спартак пытался перенести игру за счет длинных передач и подбора, да, то есть в Соболево, который там цепляется, я еще раз говорю, даже не надо цепляться, ты головой защитник выигрывает, полузащитники подбирают. И такая вот игра была, понимаешь, я вот не увидел, то есть манера игры Спартака, она другая, я не знаю, за счет поля, мне кажется, что сами игроки, мне кажется, что Промис, вот когда он с Краснодаром играл, он сам решил. То есть в первой игре, когда неудачно, они его справа поставили, я считаю, что это, думаю, что это его решение, что он просто плюнул и перешел налево, да, то есть они сами уже как-то начинают разбираться с приходом Промиса. А тренерам это нормально, потому что они сами не могут подсказать, а потом в итоге игроки на поле сами принимают решение, и у них это начинает получаться. Промис, как десятка он играл с Краснодаром, он начал уходить туда, но я тебе даже в прошлый раз сказал, что проблема, он перекрывает Айртона, понимаешь, когда он уходит, то есть широко получает, то Айртон, ну в принципе он может забежать за него, но все равно это не то, потому что Айртон, он часто поднимался вообще высоко, он получал как крайний нападающий. Вот где сейчас Промис получает мячи, вернее, где с Краснодаром Промис получал мячи, там обычно получал Айртон, а Промис должен был играть десяткой, и он эту игру он отыграл десяткой, он просто не успевал туда, понимаешь, потому что настолько вот была такая, ну скажем, ну надо отметить, игра, конечно, ну очень сильная была, да, то есть она была динамичная, она была открытая, да, с моментами, с ударами, ну то есть так вот, и бой был. То, что Спартака вернулась, когда я говорил, что помнишь, ты там даже, как у тебя, заглавил ты свой ролик там, ну как бы эти, ты пишешь, огонь ТДСК попал, огонь ТДСК погас, понимаешь, когда мы видели в Питере ТДСК, да, там вот эти, там первую на кубок ТДСК, вот он погас, а игроки возвращаются, но они бойцы все равно, ну как, ну ты выходишь, какая тебе разница, тренер уходит, как вот все спрашивают, влияет, не влияет, до кого влияет, ты готовишься, играешь и все, и выходишь и долбишься, там бьешься, у тебя, у тебя, Боря, когда такая погода, народу, кстати, по-моему, немало было, да, и бьются, ну, люди бьются, нормальные всегда, и не раскисают, какая разница, понимаешь, поэтому я, вот, и если вернуться к Промису, то здесь он играл десятку, и мы его не видели, он не так заметен был, то есть у него было два удара, и за штрафной, и когда он развернулся, здорово, да, пробил, все остальное, это не его в тесноте, хотя игра достаточно открытая была, но все равно они их, все равно, смотри, как длинные передачи от Максименко были, или от центральных защитников, и шла борьба, они мяч подбирали, и, понимаешь, и они быстро завершали, я еще раз повторю, я не насчитал там, ну, больше семи-восьми передач на чужой половине ни у одной команды, ни у другой, то есть она открытая, они туда переходили за счет длинных подбор, раз завершения какой-то, или там угловой какой-то, да, или штрафной, то есть вот такая вот игра, и Промис по такой игре, он не успевал сместиться в левой, поэтому он отыграл как десятка, я тебе могу сказать, понятно, что он, кто там играл, ну, Бакаев, понятно, что, ну, тут сравнений никаких нет, потому что Бакаев даже и не в форме, там, ну, близко пока ничего нет, Кокорин, тоже не обсуждается, кто там играл, Ларсон, а вот Ларсон там или Промис, я тебе скажу, что, ну, мне кажется, там Ларсон поинтереснее, если вот так ставить, да, десятку и два нападающих, Промис как нападающий, нет, я тебе уже говорил об этом, как десятка тяжелый, конечно, он выделяется, ну, как выделяется, но он по классу, все равно он создал два момента, он там пробил, да, мог и попасть, и в первом он мог попасть в моменте, и во втором он момент, причем второй-то он вообще здорово, как вертушку сделал, там, развернулся, но вести игру, понимаешь, сложно, поэтому я тебе говорю, позиция мертвая, он сыграл хорошо, но если мы посмотрим, то он, но он незаметен Промис был, да, хотя он, я говорю, он дает что-то другое, вот он свою там заряд, может быть, такой вот, на него смотрят, там, ну, битва была, и он там в том числе, я думаю, что как раз и народ-то ожил с его приходом, то, что я тебе говорил, на тренировках определенные отношения, да, там, завершения, в быту, может быть, где-то, может быть, он какой-то юмор, может быть, он шутит, кто-то шутит, как балбес, понимаешь, а потом из десяти два раза с пяти метров забивает, а восемь бьет мимо, а он шутит, например, и все туда кладет, там, ну, я тебе, вот мы эту там, как бы, тему затрагивали, я понимаю, о чем говорю, потому что я с этим сталкивался, с такими вещами, как тренинг, вот, поэтому, вот так игра, игра прошла, еще раз много ударов, по понце, можно сказать, вот мы с тобой говорили, что он присел, ты сказал, присел, потому что читаешь все, или у тебя инсайт, откуда ты опять достал раньше Нобеля, присел, но он выходит, ты видишь, он вышел, вот посмотри, Камличенко вышел, и понце, да, разница, ну, ты видишь, я даже по Коле, я же его знаю, мы же с ним работали год, я вижу, что он обиженный выходит, что там какая-то эта, малышня там какая-то играет, да, я тут, это сам, по 30 забивал в Чехии, и идет обида какая-то, соответственно, тренируется, ну, тренируется чуть по-другому, ведет себя чуть по-другому, японца, я тебе сказал, этот типаж, я, ну, ты их видно, вот этот типаж игрока, и даже не игрока, а человека, он не будет обижаться, он вышел, он через себя отдал, и в перекладину попал, ну, это, ну, нормально, причем это не игра, где ты там 4-0 ведешь, это игра, где 2-1, и где еще ничего, они в конце могли и отпустить эту победу, понимаешь, вот, то есть, понце, боевая единица сегодня у, у Спартака, что очень важно, вот в этой гонке, чтобы как раз в атаке, когда у тебя не идет, там схема схемой, но еще люди должны с желанием с таким выходить. Так, ну что, вот, давайте порисуем, просто как Спартак играл, то есть, вот, по схеме, по установке. Сергей, вот ты с рисунками, мы, мы это рисуем, ничего нового я тебе сейчас не нарисую, я уже, ну, на словах сказал, что было новое, что они, раньше они играли, вот, Максименко, крал, вот здесь опорный, опорный, вот здесь вот крайний поднимался, здесь то же самое Айртон, вот так вот, десятка, то Бакаев, то Кокорин, то Ларсон, да, и два нападающих. Вы имеете в виду, что крал смещался в эту зону под получение? Раньше, раньше, вот у них было, и вот у них шла, вот в Сочи их наказала, вот здесь они начали тыркать опять, они у них отобрали, вот сюда передачи и все, и домой. Что они начали? Тыркать, пыркать, вот эти короткие передачи, когда не надо давать, то есть, они все равно, раньше, они все равно какую-то, вот они отдавали сюда, потом сюда, сюда, потом, может быть, этот, он кралу отдавал, тот возвращал, вот все равно какие-то там 3-4 передачи они делали, и потом они выходили вот на эту передачу, на длинную. И здесь вот бодались там, Ларсон, Понсо у них бодались, или Соболев, да, и здесь вот тогда был Бакаев, потом, ну, потом они там, если Соболев играл, здесь был Ларсон, Кокорин они, вот вся игра была у них. Понимаешь, они на этом строили, на просторе, и когда шло там, сколько они, 12 игр, они вот с такой манерой, с тяжелой манерой, ну, такой, ну, не скажу, ну, примитивной манерой игры, они набирали очки, но потом, оставляя эту манеру игры, у них, помнишь, сколько было, 7 матчей, 8 очков из 21 очка, они набрали 8, когда все эти вот заявления пошли и так далее. И первую игру, а, ну, первую, ладно, они схемы, вот они, потом они, видишь, они вот, посмотрев результаты, и игру там, ну, вот это вот, все, вот это вот, всю тягомотину, понимаешь, потому что, когда мы говорим про Интер, они в такой манере играет, только у них вот здесь два опорных, и они низом выходят и уходят в быстрой атаке, а там только вот это было, отсюда было только вот это, причем не вот сюда, где удобно принимать, а именно вот сюда вот, где ты вообще не развернешься, не получишь мяч, ну, очень сложно, то есть ты можешь действительно только там грудью сбросить, и тогда они уходили. Вот тоже там одна из причин, и мы видели, что Спартак, когда проигрывал, им было тяжело, хотя твои подписчики, они, о, кстати, хочу поздравить всех, волевая победа была вчера, болельщик Спартака, им же нравятся волевые победы. Так, ну вот, что вчера было, да, смотрим. Что вчера было? А вчера было вот что. Вот они, вот они, вот здесь я вообще не увидел никого, хотя я, кстати, и не помню, сколько раз Спартак от ворот разыграл. А здесь все просто, вот они три, и эти никуда не смещаются, Коралл Зобнин, потом Коралл Умяров, они вот сюда никуда не убегают, крайние поднимаются, Промис, Соболев и Ларсон, только чуть выдвигаются, вратарь, Левша Жонда, и туда, и эти на подбор идут, и тот же Промис. Например, там какая-то ситуация может быть, ну не знаю, либо, ну чтобы там чуть подальше, если немножко, да, чтобы вратарю там не отдавать, то же самое, чуть пошли, а не их накрывать. Длинная. Опять подбор, опять на подбор. А здесь ты подбираешь, у тебя фланги уже пошли, да, то есть исходу ты завершаешь. То есть это вопрос-то, что Краснодар до сих пор не может поднять, понять, только со мной делали Краснодар, то есть надо отдавать вот сюда, потому что вот так удобнее получать то, что вот здесь вот зона у тебя, и вот этот защитник из-под тебя выскочить не может, а этот из-под тебя все время выскочит. Потому что не развернуться не можешь, если ты получишь, тебя перейдят, если ты получишь, то ты не развернешься. А вот эта диагональная передача, она намного удобнее, но это я не буду объяснять, то что-то много мы объясняем, если честно. За тобой следят, понимаешь, все и начинают менять все. Да, а промес, промес нам важен. А промес никогда не успевал уйти вот сюда, как с этим самым, с Краснодар. А почему не успевал? Ну потому что длинная передача, вот ты не успеваешь. Ты вот у тебя идет длинная передача, вот ты здесь находишься, ты... Потому что при этих вот, вот при этих историях, эти вышел, ну он закрывал ему зону, Айртон. Ты не можешь сюда бежать, когда там Айртон. В первой игре, когда они играли с Краснодаром, он был чуть пониже, он был чуть пониже, и вот эта зона была свободная. Ну а может они сами там договорились, он уходил сюда. А здесь, когда длинная передача, им нужен подбор, там же Соболев может сюда сыграть головой. Например, да? Или, например, там идет какой-то подбор, сброс, идет фланг. То есть они с флангов-то, то есть они играли, там и Айртон подключался, и Айртон, и Мозес гол забил. То есть фланги поджимали, и все. Я тебе говорю, вот это зажатая история для десятки, вот в этой схеме. То есть у тебя тогда не должен быть, вот этот фланг должен быть, не должен быть закрыт. Ты должен тогда успеть каким-то образом туда, свалиться, получить, вот здесь, и тогда Айртон за тебя будет забегать. А если здесь Айртон, то ты уже не можешь туда уходить. Там закрыто, здесь закрыто. Вот Промис, тяжелая позиция, мертвая позиция, как я и говорил, и здесь с Динамо, но он в порядке. Он физически видно, что он нормально себя чувствует, но здесь по мне, Ларсен здесь лучше, чем Промис. И вот сюда его ставить, потому что, еще что, если Ларсен, Соболев, тот же Понса, они мячи умеют спиной получать, мучиться, корячиться они умеют, они уже привыкли, мучиться, корячиться, когда ты спиной зацепиться, Промис спиной не умеет получать мяч. Промису нужен все время простор. То есть, если он будет получать, у него вот здесь, сзади будет игрок, но он ничего не сделает. Эти могут развернуться. Посмотри, как Соболев отдал Голевую. Ты видел, как он развернулся? Да. Вот это ихняя история. Их. Их. Опять. Ну, кстати, за полгода второй раз ошибся. Вот. Это Соболевая история, это Понса история, это Ларсена история, но это никак не Промис. Ты видел, он развернулся на Сиапсане, ничего не могло, он между трех, он этого, кто там, Евгеньев, он его развернул и туда отдал передачу Голевую. Вам понравился Соболев в этом матче? Мне понравился Соболев. Мне понравился, потому что вот эти длинные передачи он очень много сделал для того, чтобы зацепиться, да, и для того, чтобы просто вчистую не выигрывали эти мячи и не выбивали вот сюда, вот это самое, к защитникам, к центральным Спартака. Дальше Голевой, во-первых, отдал он как надо и по силе, и по точности Мозесу. Вот как он развернулся, пенальти забил, там еще пенальти надо забить, головой он там пробил. Первый момент у него был, но мог забить. Первый же момент у Спартака был, когда Крал под себя отдал, он с линией штрафной бил, там чуть не попал. Ну, в принципе, попади там, я думаю, что Шунину тяжело было быть. Но он здорово сыграл, я тебе говорю, но он сильнее. Я тебе говорю, это игрок для 22-23, мяча за сезон, если он будет все время играть, если будут они играть в одного нападающего. Понимаешь, потому что сегодня можно говорить, они же в два играли. Вот, они играли в два, ну да, если они будут в одного, он больше будет забивать. Понимаешь, потому что тебе, если мы говорим про Еврокубки, если мы говорим про Зенит, как они, тебе никто в жизни не даст окрыть, тебе Евгений только пока даст развернуться таким образом, и ты получишь гол. Поэтому с такой манерой, да, он хорошо сыграл, но ему нужно туда, вот на острие, должен уходить, Промес должен, то есть они как бы в атаке должны играть, на мой взгляд, в три нападающих. Но если ты играешь в три центральных защитника, то весь вопрос под Промесу, то есть и Ларсон там вправо тоже может смещаться, весь вопрос, что у тебя Айртон будет закрывать эту зону. А если ты будешь играть в четыре, он тебе закрывать ее не будет. Понимаешь, потому что он будет чуть-чуть ниже, если ты будешь в четыре защитника играть. То есть вот, я не скажу проблема, но если по Субболеву, супер сыграл, Промес выглядит хорошо, позиция тяжелая, тяжелая позиция, еще раз, у него не было возможности уходить вот в свою удобную. Ну то есть он получается такой, в капкане как бы. В капкане, как и Бакаев был в капкане, ну Кокорин понятно, что в капкане, да, как и Бакаев, как и Ларсон тогда, но Ларсон там как-то разбирал, и Ларсон, она вот в этой схеме, она мертвая позиция, особенно если, понимаешь, они же быстро отыгрались, Спартак же через 10 минут отыгрался. Понимаешь, а если бы это все затягивалось, если бы это самое, ну я думаю, что Динамо все равно не садилась бы в такую глубокую оборону, они бы вот-то все равно вот так открыто бы старались играть, а ты, а не наткнуться сейчас опять на условный тамбов, который в 10 человек встанет. Да, мастерство, да, ну какое мастерство, ну ты просто, ну, играть в футбол, когда ты вот на месте Промеса, и вокруг тебя 3 человека, неважно кто, тамбов это, или просто по количеству, ты получаешь, у тебя бум один, бум другой, ты, ну ты, ты не можешь ничего сделать. Понимаешь, и опять ты уходишь на фланг, опять эти подачи, опять будут, ну я, я предрекаю, я тебе говорю, опять эти мучения с такими вот командами, не с Динамо, Краснодар, пазл сложился, им даже перестраиваться не надо было, они просто их загнали, как их Сочи загоняло, да, здесь, ну, сложилось, каким образом, ну такая открытая игра была, они же не отбивались, не стояли, они вылезти не могли часто, Динамо, потому что они действительно агрессивно играли, потому что, или они подбирать не могли, потому что там Захарян, Захаряном, да, но выигрывает у него Джеки, но Джеки из 10-10 выиграет головой у Захаряна, только вопрос, куда он отдастся Джеки, то есть он ему чуть-чуть его подтолкнет, хоть он там мелкий, маленький, подтолкнет, Джеки, ну, не сильно сыграет, да, куда-то сыграет, вот эту центральную зону, там, например, Шиманский какой-нибудь подберет мяч и пошла атака, то есть здесь вопрос по двору, вот на этом, поэтому надо длинные передачи отдавать, чтобы они падали вот здесь у тебя, в бедро надо отдавать, понимаешь, чтобы они в метре от тебя падали, тогда ты можешь ставить, даже Захарян Джеки поставит корпус и улетит от него, понимаешь, когда ты долбишь в голову, то, конечно, защитники все выиграют, вот, как вам история, история то, что Хутепов играл вместо Джего, как он сыграл и Маслов, как оцените, вот этот момент, когда, ну, как-то неудачно он срезал свои, ну, неудачно, там, опять, понимаешь, ну, там надо головой крутить, понимаешь, он должен был видеть, что сзади, то есть там единственный момент, это надо было пропускать и сопровождать мяч, то есть он его трогать, ну, не надо было трогать мяч, потому что там он... Но он просто думал, думал, что кто-то прессингует, что ли, стал играть? Но он думал, что если он будет пропускать, там игрок забьет пустые ворота. Кутепов? Кутепов хорошо сыграл, он поучаствовал в первом голе, он на опережении, по-моему, сыграл, нормально сыграл, я там не скажу, ну, просто нормально, головой он нормально сыграл и на опережении он нормально сыграл, с мячом он всегда нормально был. Ваша оценка игры Динамо? Оценка игры Динамо? Ну, вот мы говорили возраст, видишь, они, хотя, я вот так, ну, я не смотрел возраст, да, но я так смотрел, ну, по опыте, Спартак, потому что Промис, это 30, да, там, под 30, Соболев, какого? Соболев, но у них есть Мозес, Айртон достаточно опытный, Мозес, Айртон, Жики, Зобнин, но Зобнин 94, но тоже 26 лет, в этом году 27, то есть у них молодые, кто там, Маслов, Крал, там, 23, да, но опять 23, молодой, ну, ну, ладно, Ларсен молодой, да, а у тех все, у тех все атака молодая, там, там два человека из молодежки, то я не знаю сколько, 21, 22, ребят, но Грулев и Лисовой, Захарян 17, Шиманский, по-моему, тоже 23, Фомин 97, тоже 24, в этом году, но они молодые, понимаешь, и, я не скажу, что там, ну, опыт, наверное, да, но, помощнее Спартак был, понимаешь, вот они были помощнее, и Динамо было тяжело, они выходили, конечно, и гол вот на контратаке они забили, еще там Грулев бил, в концовке у них было, там, два момента, но, не знаю, возможно, это от молодости, понимаешь, потому что, все-таки, когда вот такие бойни идут, я скажу, что это бойня была, да, вот на таком поле, где много единоборств, где тебе свободно не дадут ничего получить, где надо быстро мыслить, что такое опыт, игроки Спартака чаще в таких, в таких играх участвовали, на мой взгляд, чем Захарян, например, тоже, чем Грулев, Грулев-то он, он, ну, нельзя сказать, что он сколько, он даже сезона полностью в составе не отыграл, вот, Лисовой там играл, но он играл не в Динамо, да, сейчас у него там второй сезон, он, по-моему, в середине прошлого сезона, по-моему, Динамо перешел, да, тоже, ну, то есть, вот такие игры, тут сказывается, характер у них есть, но молодой характер, и характер опытного игрока, это разные вещи, в тех играх, вот в таких, где, понимаешь, где вот так вот все, все быстро должно быть, концентрация полная должна быть, да, где тебе голову не дают поднять, потому что манера игры еще, в основном, длинная передача, то есть, ты не низом играешь, где ты можешь там открываться, качать, какие-то обманные движения, чтобы мяч получить, а там просто, в Грулеву, там он если зацепился, там тебя отдали, и надо быстро разбираться, а тебя накрывают, понимаешь, то есть, вот такая манера игры, она как бы и открытая была, и много длинных передач, по комфортности, а Спартак просто чувствовал, поэтому Динамо здесь чуть-чуть проиграл, потому что, ну вот, если всю игру взять, все-таки Спартак где-то подавил, хотя игра была интересная, они старались выходить, но не так, как могли, Динамо, например, я связываю все-таки пока с молодостью, вот в линии атаки, тройки этой. Вам нравится Захарян? Ну мне нравится, поэтому матч нельзя говорить по матчу, про Захаряна, Захарян должен из 10 игр, 8 играть хорошо, выходить вот на такой уровень, вот он вот сколько у нас, 8 игр остается, вот он 7 должен на уровне сыграть, забить, не выпадать, здесь он выпал, я не могу сказать, что он там прям, ну там совсем, ну хотя я по этой игре, я выделить, кого, защитников можно вы, которые бодались после этих длинных передач, Соболева можно выделить, который там бодался тоже, после этих длинных передач. Соболев сейчас сильнее Дзюба? Ну смотря в какой команде, ну ты вот давай возьми Дзюбу, в Спартак, а Соболева отправь в Зенит, я думаю, что для Зенита лучше, чтобы Дзюба был там, а для Спартака лучше, чтобы Соболева был здесь. Понятно. Спасибо.